Всем привет, с вами Virgil, и сегодня мы смотрим на топ-10 продаваемых ПК-игр 98-го. Это случилось ровно 20 лет назад, и люди до сих пор вспоминают и восхищаются хитами того времени. В 98-м году появились такие вещи, как Half-Life, Need for Speed, Hot Pursuit, Fallout за номером 2, Baldur's Gate. Не говоря о массе других достойных вещей, наверняка и вы тоже сможете назвать какие-нибудь инновационные или поражающие воображения тайтлы тех лет. Но что хорошо продавалось, совсем другой вопрос. Давайте пройдемся по топу продаж компьютерных игр 98-го года снизу вверх, 10-го места по первое, и разберемся, почему так получилось. Итак, 10-е место и Riven. Приключенческая игра, где герой оказывается заключенным в фантастических книжных мирах и должен разгадать их тайну. Все без грамма насилия. Это сиквел к мисту 93-го года. Можно сказать, что это улучшенный и увеличенный мист по всем параметрам, и он также перенимает его успех. Больше локаций, больше паззлов, персонажей, лучшая и уже анимированная графика. Все это занимало 5 дисков. Оригинал был по сути набором антрендеренных кадров. Учитывая бешеную популярность оригинальной игры, удивляться тут нечему. 9-е место и Age of Empires. Не groundbreaking, но игра, сделанная, учитывая опыт работы Брюса Шелли над цивилизацией, кстати, смотрите наше видео про нее, а также учитывая RTS революцию середины 90-х с такими играми, как Command & Conquer и Warcraft. Age of Empires сочетает лучшие из двух миров. Быструю игру, динамичные бои, подсмотренные в Warcraft, разные народы и постепенный рост своей нации. Конечно, Age of Empires затрагивала только античный период, но и этого было достаточно. И все это сдобрено прекрасной для своих лет изометрической графикой, тоже крайне популярной серии, в которую играют по сети до сих пор. Не зря ее пересдали в прошлом году. 8-е место и Diablo. Игра, которая оживила увядший RPG жанр тем, что связала симпатичную графику и быстрые действия в реальном времени. До этого большая часть подобных данжен-кроулеров была пошаговой или просто медленной. Здесь же быстрая скорость, постоянно сыпящийся лут и подземелья, уходящие все ниже и ниже. Про всеобщее признание и популярность в мультиплеере и в последующие годы я и не говорю. Ну, не зря игры, подобные ей, стали называть Diablo-клонами. Их было немало. 7-е место и Lego Island. Что, какой такой Lego Island? А это трехмерный условно-экшен про остров Лего, на котором нужно собирать из кирпичиков этого конструктора разные виды техники, исследовать территорию и пытаться поймать нехорошего лего-человека. Практически open-world игра. Можно подумать, что их раздавали в Happy Meal в Макдональдс, но нет, цена на конец 1997 года составляла 40 долларов. Ниже, чем у полновесных игр, но никак не бюджет. Видимо, в 1998 году датская компания Lego поняла, что можно зарабатывать деньги не одним конструктором. 6-е место и Titanic Adventure Out of Time. Второй малоизвестный участник топа. А тем не менее, было продано 100 тысяч копий только за первые месяцы. При том, что это адвенчуры без стрельбы, без зомби и без ударной дозы полигонов. Прошлая игра этой фирмы, вестерн, Dust, не смог достичь таких цифр и за несколько лет. Но с чем у вас ассоциируется Титаник? А если вспомнить, что дело происходит в 1997 году, вот-вот, лавинообразный успех одноименного фильма Джеймса Камерона наверняка поспособствовал успеху этой, в общем-то, неплохой игры, которая обошла всех мастодонтов жанра. Неизвестно, рассчитывали ли авторы на то или нет, но они обеспечили себе такой хайп. Говорят, что суммарно она разошлась тиражом более миллиона экземпляров, что весьма неплохо для квеста. 5-е место и Deer Hunter 2 3D. И нет, это не игра по наименному фильму, получившему Оскар, а самый, что ни на есть, симулятор убийства животных целью увеселения. Кому может понравиться сидеть в виртуальных кустах и долго выжидать, пока зверь не покажется на экране? Или бродить по безжизненным лесам с биноклем наперевес? Ну, то, что этот сиквел купили 470 тысяч раз, говорит, что в Америке до этого был вакуум на рынке пароохотников-налений. И серия Deer Hunter, а в ней были игры после этого, ее успешно заполнила. 4-е место и Microsoft Flight Simulator, предположительно 98. Флагманская игра от корпорации Зла, которой они выкатывали почти четверть века. И это ведь симулятор именно что гражданской авиации, то есть упор на полеты, на реалистичность и точность воссоздания элементов самолета, а не пиу-пиу. Но дело еще в том, что вокруг Microsoft Flight Simulator сложилась уже своя сцена, вырос свой рынок с кучей коммерческих релизов, вроде улучшенных аэропортов, новых самолетов и сценариев. И это своя тусовка, и по этим цифрам можно понять, что весьма немалочисленная. 3-е место и Myst. Игра, появившаяся впервые в 93-м году на Макинтоше, в 94-м на БК, пользовалась популярностью и спустя 5 лет. Первая успешная игра на CD-ROM, ради которой владельцы компьютеров стали приобретать это новое устройство. При том, что это не совсем казуальный квест с упором на разгадывание паззлов. Ее многократно пересдавали, вплоть до Nintendo DS, а люди все продолжали их разбирать как горячие пирожки. А мне она почему-то не понравилась. 2-е место и Deer Hunter. Если выше в чарте был сиквел, то вот она игра, которая дала начало безумию. У нее интересная история. Она разрабатывалась по заказу ритейл-гиганта Walmart, владельца сети американских гипермаркетов. Это должен был быть простенький тир, выпущенный к началу сезона охоты на оленей за 20 долларов, и для работы наняли трех начинающих программистов. Но разработчики оказались людьми амбициозными и предложили сделать ее более реалистичной. Добавили карту, манки, бинокль, оценку трофеев и прочее. При том, что охотник все равно не мог никуда ходить, а только вертеть головой в ожидании начала гон. Тем не менее, это настоящая история успеха. Три человека, три месяца работы, бюджет в 75 тысяч долларов вылились в неслыханную прибыль. Было продано 640 тысяч коробок только за 1.98 год. Первое место и... StarCraft. Вы удивлены? А я нет. Это игра, которую ждали, которая оправдала ожидания и которая по факту дала старт киберспорту как явлению. В Корее это вообще национальный вид спорта, как заквашивание острой капусты кимчи. В оригинальной StarCraft вполне активно играют и по сей день. Объяснять дальше, что такое StarCraft, мне кажется, не очень продуктивно. Поэтому на этой ноте я с вами попрощаюсь. Скажите, что вы думаете об этом формате. Ну а с вами был Virgil. Спасибо за внимание и увидимся в будущем.